сегодня расскажу вам идею которая перевернула мою жизнь я надеюсь что она повлияет и на ваши здорово если да ну как и любая идея она требует предыстории поэтому вернемся в прошлое в мою школу третья парта урок истории я чувствую как мне в шею прямо вот сюда прилетает что-то мокрое я не сразу поняла что это пока это не случилось снова и снова мои одноклассники плевали в меня бумагой в этот момент я испытывала абсолютно дичайший стыд унижение ужас и страх я сидела за парта и представляла что вокруг меня находится 25 человек я слышала как они хихикают я знала что кто-то из них плюет в меня бумагой таких случаев были десятки меня травили два года но каждый раз даже в самых сложных ситуациях я представляла что настоящую себя я прячу вот здесь в своем сердце что там я нахожусь в безопасности в какой-то степени мне помогло это выжить и когда я заходила в класс и видела как мои вещи валяются на полу я их поднимала складывала на свою парту и садилась на свое место однажды в столовой моя одноклассница специально толкала слабую девочку чтобы та пролила на меня чай все это видели все сидели с интересом наблюдали а что будет дальше я тоже наблюдала девочка пролила на меня чай тогда я встала взяла свой стакан с чаем подошла кто одноклассница которая толкала и вылила я ему на голову через два года травля прекратилась и мне казалось что меня никто не сломал что я сильная я справилась но это не так до 33 лет меня мучили панические атаки я просыпалась каждый день и как будто бы снова шла в школу и даже на планерках в своем агентстве со своей командой иногда я смотрела в лица ребят и видела лица одноклассников я все время ждала какого-то подвоха я работала с психоаналитиком мне удалось пересобрать свою голову и вернуться в нормальное русло но меня все-таки сломали я стала нормальной я стала бояться выражать свое мнение мне было страшно что меня снова будут осаждать унижать что меня не поймут и не примут я стала нормально одеваться скрывать свои яркие идеи вообще их не выражать и даже в соцсетях я писала так чтобы не вызывать ни малейшей критики и никакого спора больше всего на свете мне хотелось вернуть себя мне хотелось быть смелой мне хотелось выражать идеи говорить с этим миром мне очень хотелось вставать с утра и жадно жить и не думать и не оглядываться о том что меня будут унижать или меня снова не примут у меня было ощущение что у меня что-то отобрали что я живу не свою жизнь я искала решение и оно пришло с очень неожиданной стороны у меня рекламное агентство семь лет я запускаю рекламные проекты это управление это бизнес это много сложных интересных вещей и в какой-то момент я подумала что если переложить эти вещи на свою жизнь просто попробовать идея бизнес-проекта в том что он изначально задумывается как успешный никто не создает бизнес с тем чтобы он был посредственным и никаким в жизни людей мы часто думаем что мы боимся мы сейчас выдвинем идеи у нас не поймут нас будут критиковать бизнес занимает новые ниши выдвигает новые идеи и не боится быть масштабным если посмотреть на ярких интересных и сильных людей этого мира то мы заметим эту закономерность они действуют как грандиозные проекты они не боятся критики они выдвигают свои идеи они захватывают новые ниши новые территории и другие люди присоединяются к ним чтобы действовать как бизнес-проект нужно мыслить как бизнес-проект как грандиозный проект в бизнесе все взаимосвязано хороший маркетинг не сработает если нет отдела продаж любую рекламу может уничтожить плохой продукт и даже очень классная команда не сработает если не выстроены процессы то же самое в нашей жизни если представить бизнес и свой грандиозный проект жизни в виде звезды то это будет выглядеть так в самом центре находится управление это те процессы которые мы выбираем чтобы организовывать свое время расставлять приоритеты понимает а что будет для нас хорошо а что плохо мы умеем управлять процессами так своей жизни чтобы у нас хватало не только на дела и бытовуху а чтобы оставалось еще на семью и на радость и на отдых и на развлечения на хорошие эмоции следующее направление это разум это наша психика и то как мы мыслим это то что запрещает иногда нам двигаться вперед это то что не дает нам быть богатыми знаменитыми громко говорить и смотреть на этот мир открытыми глазами поэтому я часто говорю что некоторые вещи нужно прорабатывать психологом следующее направление грандиозного проекта это наше тело и это совершенно не про то чтобы быть самым красивым это про то чтобы быть здоровым про то чтобы быть в гармонии это то как вы спите как вы питаетесь и как вы занимаетесь много ли у вас физической активности и дружите ли вы в принципе со своим телом принимаете ли вы его следующее направление это наши капиталы это наши деньги это наша финансовая стабильность будущем это то что мы вкладываем в себя образование репутация связи с людьми сюда же входят капиталы наших детей и личный бренд если вы этого хотите следующее направление оно последнее но не по приоритету это ценности это наша семья наши родные близкие наши корни наши хобби и увлечения путешествия какая-то ерунда которая доставляет нам радость и без которой наша жизнь будет совершенно другое пресной все это очень важно чтобы проект заработал правильно и самом центре находится главная кнопка это сердце сердце это наша уникальность это то какие мы есть на самом деле и что нас делает нами самое главное это действовать своих интересах и делать то что хочется я дам вам сейчас пять принципов из бизнеса пять направлений которые могут помочь вам начать это делать первое очень важное отнеситесь к себе и к своей жизни как грандиозному проекту проекты сразу задумываются масштабно когда вы мыслите как человек вам страшно что если вы не справитесь вас осудят вы как будто бы становитесь неудачником в этой ситуации но если вы мыслите как проект вы спокойно действуете пробуйте новые подключайте новые опции в своей жизни также легко их отключаете здесь и идете дальше действуйте как проект когда вы относитесь к себе как человеку то любой провал любую ошибку вас воспринимайте на свой личный счет вам кажется что вы не справились с вами что-то не так когда мы мыслим как будто бы мы и наша жизнь это грандиозный проект мы легче подключаем какие-то новые задачи что-то новое пробуем и мы спокойно относимся к тому что что-то пойдет не так потому что в проекте это нормально а когда мы смотрим на себя как на человека то мы конечно очень сильно переживаем действие как проект снимает вот эту важность и напряжение и вы можете уже спокойно делать свои дела дальше масштабировать свою жизнь и пробовать новое второй пункт это разрешите себе ошибаться в мире людей вообще очень страшно ошибаться если вы начали свою жизнь с понедельника и у вас не получилось таких понедельников было много вы садились на диету и у вас не вышло вы пробовали какие-то хобби и бросали новые работы отношения неважно что вас называют легкомысленным безалаберным там еще очень много разных терминов в проектах все вообще наоборот мы в рекламном агентстве каждые две недели запускаем новые гипотезы на каждом проекте потому что смерть для проекта это не тестирует идеи гипотезы понимаете в чем связь когда вы смотрите на свою жизнь как на грандиозный проект вы разрешаете себе ошибаться и вы пробуете новое и если у вас не получается вы не говорите о боже я совершил ошибку я неудачник вы говорите все нормально эта гипотеза не сработала мы пробуем новую и вы спокойно двигаетесь дальше успешные люди так и живут до нас доходят какие-то счастливые истории о том как у всех все получилось но мы абсолютно не знаем а что там осталось под капотом потому что чтобы добиться чего-то нужно попробовать очень многое и очень многое из этого нам не подойдет поэтому разрешите себе ошибаться официально и относитесь к этому спокойно говорите да возможностям когда мы человек мы думаем так я могу подвести кого-то у меня не получится мне что-то предложили но вдруг я не справлюсь когда вы мыслите как грандиозный проект и относитесь к своей жизни также вы думаете так это новая возможность круто мне может быть получится ее масштабировать это поможет мне вырасти и помните что ошибаться можно в этом самый кайф четвертый пункт играйте громко я расскажу вам историю от своего психоаналитика она очень сильно на меня повлияло картонный домик который заходит брат и сестра сестра занимает всю территорию говорит брату что нет играть здесь буду только я ты уходи что делает брат он может сказать сестре ты там плохая он может с ней поругаться может расплакаться принять все как есть но брат поступает совершенно иначе он начинает играть свою игру рядом с этим домиком он создает какой-то мир он очень громко все это озвучивает все очень интересно все очень захватывающе настолько что сестра в какой-то момент выходит из дома и начинает играть вместе с ним и конечно зовет его в этот домик не надо ждать приглашения от других людей не надо ждать разрешения чтобы что-то делать своей жизни начинайте играть громко уже сейчас и для этого не нужно запускать ракеты в космос или быть илоном маском это работает не так вы можете начать публиковать свои рассказы в сети и найти своих каких-то ребят которым это будет интересно вы можете заняться просто лыжами потому что давно хотели приобщить к этому семью это тоже играть громко вы можете организовать кружок побега у себя на районе и найти своих людей вы можете просто начать делать то что вы хотите и на самом деле с этого и стоит начать но самое главное это нужно помнить что важно это наше сердце наша кнопка которая нас зажигает поэтому пятый и самый важный пункт делайте то что вы любите делайте то что вы хотите на самом деле как это понять все просто вспомните о чем вы мечтали в детстве что у вас вдохновляло когда вы думаете о своем желании своей мечте как вы себя чувствуете когда вы думаете о своей мечте к вам как будто подсоединяет генератор с дополнительной энергией вам хочется вскакивать убежать и действовать сразу же когда вы думаете не о своей мечте вы начинаете саботировать вы тянете время у вас находится куча причин чтобы это не делать всегда что-то идет не так подумайте что вы любите и начните это делать и помните что иногда вы можете оказаться действительно не в том месте не с теми людьми такое бывает когда я сидела за своей третьей партой в той школе я не знала какой будет моя жизнь я могла бы выбрать этот путь который предложили мне мои одноклассники быть оплеванной бумагой но я выбрала другой путь я отнеслась к своей жизни как грандиозному проекту и вы знаете я сейчас очень счастливый человек у меня потрясающая семья у меня два бизнеса я написала книгу и готовлю вторую я пожила в трех странах и каждое утро я просыпаюсь с диким желанием жить мне интересно проживать каждый свой день я флиртую с этим миром я очень желаю чтобы у вас получилось также потому что для этого не надо быть кем-то особенным все что вам надо это включить и вспомнить о своей самой главной кнопки о вашем сердце о том кто вы есть на самом деле подключить пять направлений чтобы они все работали не только направлять силы на работу но и помнить про то что есть ценности капиталы образование связи с людьми я вам все уже рассказала принять для себя что все двери этого мира для вас открыты только вы решаете как прожить свою жизнь и помнить что все звезды в ваших руках